Нам никуда не срулить от конфликта Кадырова с красавцем Макроном. Макрон, конечно, абсолютная умница и абсолютно прав. Он решил в ответ на очередное безумное варварство и бессмысленное варварство и садизм сделать изучение карикатур Шарли обязательным во всех школах Франции. И, конечно, в этом диалоге абсолютно неправ Кадыров с его традиционными и бесконечными угрозами. И доводы Кадырова абсолютно невнятны. Он требует уважения на основании того, что для мусульманина религия – это смысл жизни. Ну и что? Вот для христианских инквизиторов, которые сжигали живьем людей, для пытателей-фанатиков, для флагелантов религия тоже была, извините, смыслом жизни, но это ни в малейшей степени не обязывает их уважать. И мы помним, что их было очень много, они были абсолютной силой в Европе, но время и неизбежное развитие перемололо их, и заслуга, кстати, Франции, вероятно, больше, чем любой другой страны, потому что мы помним, что Ламетри был французом. Мы помним, что вся маленькая, но потрясающе великая плеяда первых атеистов настоящих были либо французами, либо пригревшимися во Франции, как барон Гольдбах, да? И что они встали... Ну и просто на уровне законодательства были приняты самые явственные меры против церкви. Мы про тех людей, которые первые встали против совершенно безбрежно мракобесного моря, их было человек пять или шесть, и победили. Победили только потому, что они были абсолютно правы. А то, что делает Кадыров, он рано или поздно втравит мусульман в войну со всем просвещенным человечеством. И причем мне непонятно, чем недовольны мусульмане, потому что у религиозников, что у мусульман, что у любых других, никто и никогда не отнимал право на насмешки и на критику отвечать адекватно, да? То есть насмехаться над атеистами, рисовать на атеистов любые карикатуры, да хоть урисуйтесь, хоть изображайте Ламетри, Павлова, Хокинга, Дарвина, Боломедов, делайте все, что хотите. В чем проблема? Атеисты никогда не врываются в мечети с автоматами. Атеисты не отрезают имамам голов, да, и не оскверняют ваших книг. Они просто смеются над тем, что им кажется смешным. И вся, скажем так, история свободомыслия, давшаяся тоже очень большой кровью, потому что христиане вели себя так же кошмарно в свое время, дает им на это право. И главное, что все абсолютно правила игры между исламским миром и цивилизацией все оговорены, да? Вот на сегодняшний день единственное, что умеет делать исламский мир, это отрезать головы. Это очень, вероятно, полезное в быту умение, но для того, чтобы на равных войти... Ну, не из Питера об этом говорить, простите. Ну, конечно, да, я извиняюсь. Но для того, чтобы на равных войти вот в цивилизационный ряд, в семью народов, этого немножечко недостаточно. Исламские миры... А они хотят войти в семью народов? Они безумно хотят. Им нужны Ламборгини и Феррари. Им нужны позолоченные беретты и электролампочки. Им нужна хорошая одежда и самолеты, а они сами, у них нет ни инженерии, ни науки своей. Ну, есть какая-то покупная в Эмиратах, но, в общем, это покупная наука, которая не работает на них, да? При этом исламский мир действительно очень хочет в цивилизацию, потому что ему нужны лекарства, ему нужны все достижения цивилизации. И цивилизация говорит, да, пожалуйста, исламский мир, дорогой, проходи, но с одним условием. Все средневековые замашки, с отрезанием голов, с фанатизмом, всех своих богов, пророков и прочую вот эту этнографию, пожалуйста, оставь за нашим порогом. И тогда приходи и проходи. А не можете расстаться со всем этим? Это дороже для вас. Отлично, пожалуйста, оставайтесь при своих бурках, горах, песнях, лучинах. Никто никогда к вам не приедет, никто никогда не потревожит ваш средневековый покой. Вы имеете полное право делать то, что вы хотите у себя, да? И причем, заметь, да, и вот необоснованность этих претензий Кадырова. Ведь не Франция пришла к дверям исламского мира, скребется и просит впустить. Нифига подобного. И показывает карикатуры в окно. Да, нифига подобного. Это мусульмане просятся во Францию, просятся быть сопричастными европейской цивилизации. Можно разъяснение? У нас вот есть очень оживленный, он даже денег заплатил за этот вопрос, слушатель по имени Буксир. Кому? Да, он вот пишет, Кадыров искренне верующий человек, разве это вина? Вот здесь вот потрясающая совершенно штука. Верующий человек, он как бы, ну вот он такой особенный, его нельзя обидеть. Он же говорит Марк Макрону, ты провоцируешь террор своим поведением. То есть, видимо, верующий человек это тот, кто не может себя контролировать никак. Ни себя, ни своих товарищей. Его легко спровоцировать на убийство. Я понимаю, да, но я уже сказал про то, что вера это не основание для уважения и в настоящее время это не основание для того, чтобы человек пользовался какими-то особыми правами, которых нету у других людей. И вот это вот очень важная штука. И вот этот вот случай с отрезанием головы, как я выяснил, добрейшему и умнейшему человеку, потому что у меня в Париже нашли с ним общий знакомый как раз через Шарли. Это нарушение того глобального договора между исламским миром и миром цивилизации. Вот, наверное, 30 лет назад такого бы никогда не могло быть. И все было бы воспринято совершенно иначе. А сейчас мы наблюдаем разгул чернотищи, разгул мракобесия. И что, Оля, для нас с вами и для вас, кстати говоря, для всех тоже особенно малоприятно. Сейчас эпицентром вот этой чернотищи и мракобесия выступает Россия. И это она придает куражу отрезателям голов, как сегодняшним, так и вчерашним. Потому что это сейчас она, банка Петри, в которой выращиваются все эти мракобесные культуры. И не случайно вот даже в Питере, я про мракобесие и про его торжество. Даже в Питере, который уж как был порван безжалостно в клочья дебилизмом Сталинщины. Вот между, в вечном споре между жертвами и палачами опять выигрывают палачи. И это тоже мы видим, и их торжество, это примета времени. Вот были действительно эти таблички. Это последний адрес на Рубинштейна, в Латовском так называемом доме. Да, это последний адрес, это табличка, которая фиксировала, что из этого дома был навсегда увезен невинный человек, убит, заморожен, живьем закопан во рву. Я был всегда, кстати, противником таких табличек и считал, что Пархоменко делает, например, он был просто одним из основоположников, что они делают ужасное дело. Потому что, когда такие таблички вешаются, это ведь всегда напоминает палачам будущим и современным о том, что любое зло в России безнаказано. Можно убить множество людей, а потом придет интеллигент, прочтет стишок, прикрепит табличку и поставит свечку. И на этом все кончится, и никакого возмездия не будет. Поэтому эти таблички, это скорее такое наглядное пособие для палачей, а не для жертв. Ну, Александр Глебович, но в той же Европе, простите, есть тоже такая культура памяти тех, кто был, я не знаю, сожжен в гетто. Да, да, безусловно. Памяти тех, кто был отправлен в лагеря. Оля, так я не говорю, что я прав. Я просто рассказываю, да. А я совершенно не обязан быть прав во всем и не могу быть прав. И всегда призываю делить то, что я говорю, еще на 225. Потому что только если я свихнусь, тогда я буду претендовать на какую-то истину, да. Но пойми, вот когда это, что мне-то не понравилось, что их сняли. Потому что вот надо поисследовать все-таки эту русскую кровь, сделать анализ. Я думаю, что помимо гемоглобина в ней найдется какой-нибудь 37-мин, который тоже есть и который тоже есть компонент крови. Ведь все промолчали. За редким исключением вот этих вот безумных либералов, которых никто не слышит и от которых все шарахаются. Ну, среди них были и депутаты, как Вишневский, например, которые прям запросы стали посылать сразу. Совершенно верно. Так что нельзя сказать, что все промолчали. Но, тем не менее, таблички жертв политических репрессий сколотили. И это, в общем, большая победа лагерных вертухаев. Это серьезный знак. Они снова правят. Либо, по крайней мере, им создан очень благоприятствующий режим. Спасибо. Спасибо.